Передал нам коллекционера, известный для нас человек, Марон Владимирович, будучи вице-губернатором. Очень много сделал для создания этого музея. Практически большинство техники добывалось и устанавливалось под его руководством. Очень много сделал Александр Владимирович Шинкаренко. Тогда он был директором 9-го завода. Он восстанавливал очень много из этой техники, да большинство техники фактически. Он помогал для музея. И вот продолжается это. Опять Марон передает эту машину Александру Шинкаренко, ее ремонтирует. Мы все были в этом процессе, горели желанием. Мы привезли когда-то эту идею из командировки создания музея. Вот так все продолжается, что те же люди помогают обретать нам новые экспонаты. Я думаю, что мы перескать все это, мы обсуждаем. На этой машине будет такой отдельный вид экскурсии, когда можно будет сесть в Виллес, сфотографироваться и проехать на этом Виллесе по дорогам Парка Победы, по национальной деревне вместе с экскурсоводом. Наверное, это будет интересно, особенно детям, впечатление, одеть пилотку, плащ-палатку и проехать, почувствовать, окунуться в атмосферу, в которой находились наши славные предки, победители. В этой нелегкой, кровавой войне, которая таким вообще досталась нашему народу. 301 тысячи, свыше даже 301 тысячи саратовцев, которые не вернулись с фронта. Подумать о них, еще раз окунуться в атмосферу вот этих событий, очень важных для истории нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok